Здравствуйте, дорогие друзья! В прямом эфире программа «Четверть часа» и я, Марина Гранкина. Сегодня Церковь совершает молитвенное поклонение честным веригам святого и всехвального апостола Петра. В этот день свой почти престольный праздник отмечает храм в честь Яфа. Почему «почти»? Потому что и в интернет-сети, и среди экскурсоводов этот храм Святой Земли именуется в честь вериг апостола Петра. Но это не совсем верно. На самом деле в этот день, в 1894 году, церковь была освящена патриархом Иерусалимским Герасимом. Так что можно сказать, что у Яфского храма сегодня день рождения. Он освящен в честь апостолов Петра и Павла и праведной Тавифы. В 2016 году, во время съемок первого сезона «Паломников онлайн», съемочная группа «Союза» Светлана Ладина и Алексей Черных вместе с Анной Мусан-Леви побывали на подворье русской духовной миссии в городе Яфа. Фрагмент интервью с его ключерем, протеереем Игорем Пчелинцевым, мы с вами сейчас увидим и услышим. Доброго дня, дорогие друзья! Наш проект «Паломники онлайн» гостит сегодня на подворье в святой праведной Тавиф русской духовной миссии в городе Яфа. Протеерей Игорь Пчелинцев, его настоятель, согласился ответить на наши вопросы. Батюшка, здравствуйте! Пожалуйста, благословите и поприветствуйте наших зрителей, которые будут очень рады получить привет со Святой Земли. Поклон всем зрителям телеканала со Святой Земли, с древнейшего города Яфа, от нашей святыни, святой Тавифы, апостола Петра. Отец Игорь, как давно вы служите на Святой Земле? Уже почти пять с половиной лет. Вы служили в Нижнем Новгороде, если я не ошибаюсь. Это все-таки одна история. Это свои традиции, определенный менталитет, более привычный, чем то, что, может быть, вы видите сейчас. Конечно, разница есть. Она и климатическая разница есть, и разница в людях. Хотя наши прихожане – это же выходцы из Советского Союза и России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана. Это представители Русской Православной Церкви в любом случае, как они как православные. Поэтому тут сильно перестраиваться-то как раз не пришлось. Есть какие-то не то чтобы сложности, но специфика взаимоотношений с внешним окружающим нас миром. Пока все мирно проходит. Вы сказали, что храм этот не приходской, но это совершенно приход. Это семейное взаимоотношение. Вот я наблюдала сейчас за божественной литургией, сколько было ребятишек. И ведь почти все, кто были в храме, причастились. Ну, это такая традиция. Здесь получилось так, что очень много репатриантов из России в 90-е годы переехало в район Тель-Авива, в ближайшие города. И это самый близкий храм, единственный православный русский храм здесь оказался. Здесь в Яфе есть еще греческо-арабский, именно приходской храм и монастырь. Ну, и так получилось, что по дворе миссиев, на котором никогда не было прихожан за всю его историю, вот с 1868 года, или когда храм построили в 1894-м, вот мы читаем воспоминания тех, кто тут служил, есть, есть воспоминания паломников. Вот один владыка Пимин такой был, саратовский, в свое время, сейчас покойный, писал, был на престольном празднике в Яфе, апостола Петра, вот летом скоро будем праздновать. Значит, после службы была трапеза, на которой участвовали все присутствующие в храме, все 19 человек. Да, или вот там архимандрит Киприан Керн, известный богослов, он был здесь тоже настоятелем, писал, что был на каком-то тоже чуть ли не престольный праздник, значит, две монахини из горнего монастыря и все, больше никого. И в 90-е годы меняется ситуация, то есть для людей, вот при моем предшественнике, здесь создался им такой приходская община при подворье миссии. Это хорошо, я думаю, как раз люди получили свой дом, такой именно духовный дом, потому что я даже до приезда на Святую Землю очень много интересовался церковной эмиграцией. Даже у меня была задумка писать диссертацию в университете по церковной эмиграции, но это не осуществилось. Но я много знакомился с жизнью в зарубежье, как люди русские, оказываясь в разных странах, причем даже таких, там, мусульманских странах, в Марокко, первым делом старались храм организовать или, если он был, как-то поддерживать и вокруг него собираться. Это, видимо, естественно в душе православного человека такой процесс, быть рядом с храмом. И так вот люди собрались тут с середины 90-х годов, то есть, считайте, 20 лет, уже дети выросли тех, кто вот тогда пришел. И мы их детей сейчас крестим, там, что-то такое, уже смена поколений происходит. Это очень интересно как-то, и люди не теряют храма. Ведь в Израиле еще есть такая специфика жизни. Люди часто, ну, не все, скажем, но часто переезжают с места на место, не имея собственных квартир. То есть принято снимать дом или квартиру? Да, и из-за этого могут вот вдруг, ну, как сказать, вдруг нашли работу в другом городе и раз туда уехали. Некоторые специально ищут места, вот, чтобы переехать, как-то, чтобы был храм. Но здесь русских храмов всего немного. Или Хайфа, или Яфа, или Иерусалим. Поэтому стараются как-то ближе к этим городам все равно приезжать, не уезжать куда-то далеко в пустыню. Ну, есть люди, которые там по разным обстоятельствам уезжали там далеко на юг Израиля. Там Эйлад какой-нибудь, Мицперамон. И там 300-400 километров от Тель-Авива. Но все равно стараются не терять связи с храмом. И там есть много православных людей. Я знаю, что на Пасху нанимают автобус, едут в горний монастырь. Или сюда приезжали тоже целые такой паломнической группы, чтобы праздник отпраздновать в храме, поисповедоваться, причаститься. Ну, и нам в ответ приходится иногда приезжать вот в эти далекие города, чтобы те, кто не может приехать, есть же пожилые люди, их тоже причастить, поисповедовать, пособоровать. Батюшка, вы ощущаете себя продолжателем дела отца Антонина. Да. Вот это же понятно, что огромная ответственность, что вы теперь и за маму, и за папу для тех, кто приезжает в Яв, для паломников, а с Явского порта когда-то начиналось паломничество Руси во Христе Бродячей. Как вот оно, как вам тут живется? Ну, отец Антонин был настолько масштабной фигурой, что даже сравнивать себя не берусь с ним. По разным отраслям его деятельности, его заботе о русской Палестине, его исторических, археологических там изысканиях. И потом, как вот для меня лично было недавно открытие, совсем недавно, когда вышла в Киеве книга об отце Антонине, что он, оказывается, был живописец такой, очень интересный. Сохранились его картины. Он всю жизнь писал стихи, весьма неплохие стихи. Ну, со стихи я раньше читал, но сейчас побольше. И что для меня особенно интересно, отец Антонин занимался фотографией. И по тем временам, фактически, он был одним из первопроходцев фотографии. И сам фотографировал, и покровительствовал местным фотографам. Вот, к сожалению, вот из его снимков и персональных я ничего не встречал еще где-то. Может быть, они сохранились, может быть, нет, это печально. Но то, что касается нашего храма, например, при нем он был построен, но не был расписан еще. И он планировал его расписать в стиле древневизантийской живописи Мануила Панселина. Это такая самая классическая, самый выдающийся стиль афонских росписей. И он сам посылал на Афон фотографа и художника для фотографирования и зарисовки вот этих росписей Мануила Панселина, чтобы перенести их сюда, в этот храм. К сожалению, он умер через два месяца после освящения храма, через три месяца. И эта идея не получила своего завершения. Его расписали в таком вот виде, как мы сейчас видим, живоподобном. Но мне кажется, что это такое, ну, видимо, воли Божьей не было на тот момент. Ну, я думаю, если бы это он сделал, вот, и было бы очень красиво. Ну, вот я так смотрела, лики строгие, но в то же время и приветливые. И очень меня, например, порадовало, что есть жены-мироносицы. И они по именам названы и в полный рост каждая написана. Потому что мы праздновать-то празднуем, православное 8 марта. А вот даже спроси по именам назвать, и все, и наступит неловкая минута. Ну, есть такое, да. Ну, здесь же это тоже память о святой Тавифе, которая, в принципе, может быть тоже названа в числе жены-мироносицы, хотя она непосредственно не следовала за Господом, как жены-мироносицы. Но была представительница первой христианской общины здесь, в Яфу. Именно, как мы знаем по историческим свидетельствам из других мест, что были такие женские общины, где вдовицы, девицы и, значит, даже замужние женщины в отрыве от семьи временно трудились ради Господа и ради вот этих первых христиан и вообще людей, совершая дела милосердия и добра. Поэтому это все логично здесь выстраивается. Мне кажется, жены-мироносицы у нас, мы их любим. Все-таки батюшка Вериги, апостола Петра, здесь играли роль, когда храм освящался. Даже гиды сейчас говорят, что храм освящен в честь Вериги апостола Петра. А я в интернете прочитала. А это не так, да? Вот. Дело в том, что храм освящался в день, когда празднуется Вериги апостола Петра, 29 января. И, видимо, как-то это наложилось. А вот в дневниках Антонина Капустина написано прямым текстом, когда была закладка храма на 6 лет раньше освящения. Он пишет, сегодня заложили храм в честь святых апостолов Петра и Павла и Святой Праведной Тавифы. И, в принципе, официальное название, вот как в Патриархии у нас документ, храм апостола Петра и Павла и Праведной Тавифы. Батюшка, спасибо вам большое за эту беседу. Помоги Господь. И, может быть, на прощение какое-то пожелание нашим зрителям, телеканалу «Союз». Живите мирно. Аминь. Дорогие друзья, спасибо вам за то, что вы путешествуете с нами по Святой Земле. Надеемся, что будет еще много интересного. Оставайтесь с нами сегодня и всегда. Поздравляя Явский приход с почти престольным праздником, мы с коллегами хотим особо поздравить отца Игоря и матушку Марину Пчелинцевых, которые вчера отметили 35-летие совместной жизни. Многое и благая лето. Жить и служить на Святой Земле – это не только неизмеримая благодать, но и ежедневный подвиг. И мы желаем вам всесильной помощи Божией и Его щедрой милости. Об этой замечательной семейной дате мы узнали на страничке отца Игоря на Фейсбуке. И там же подчеркнули информацию о веригах апостола Петра. Это цепи, которыми по преданию был скован апостол Петр во время своих арестов. В Иерусалиме около 42-го года по приказанию Ирода Агриппы и в Мамертинской тюрьме в Риме при императоре Нероне около 64-го года от Рождества Христова. Цепи теперь находятся в базилике Великапостола Петра в Риме. На этом пока все. Спасибо за внимание. Сегодня еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok